В 2021 по государственной программе ЖАСМАМА на обновление материально-технической базы пяти сельскохозяйственных колледжей Петропавловска будет направлено почти полтора миллиарда тенге. В прошлом году в рамках этого же проекта на эти цели из республиканской казны выделяли 1 миллиард 140 миллионов тенге. Тогда новое современное оборудование появилось в четырех учебных заведениях областного центра. Как с приобретением новой техники изменился образовательный процесс для студентов и преподавателей узнавала моя коллега Анжелика Сычева. Участником программы ЖАСМАМАН Петропавловский машиностроительный колледж стал еще два года назад. Тогда его материально-техническая база заметно отставала и не соответствовала современным требованиям. Работать на старом оборудовании, говорит заместитель директора учебного заведения, было уже невозможно. Со многими своими даже основными функциями оно не справлялось. В январе прошлого года все изменилось. В начале 2020-го колледж получил больше 300 миллионов тенгена модернизации учебной базы. Если мы говорим о машиностроении, это наш основной профиль, то мы приобрели станки с программным управлением. Станки универсами, это токарные, фрезерные. Если мы говорим о ЧПУ станках, то это современные станки с программным управлением, токарные и фрезерные, для выполнения и изготовления таких сложных деталей для машиностроения, для нефти, переработки, добычи, для сельскохозяйственной техники. То есть это на самом деле очень широкий спектр работ и деталей. Вот такие ЧПУ станки российской сборки ребята видели только на производственной практике на заводах. Сейчас они стоят в учебных лабораториях. Здесь мы имеем у нас именно пульт управления, то есть откуда оператор управляется станком полностью. При этом у нас сам экран полностью сенсорный. То есть здесь клавиш минимум, а основной весь набор клавиш здесь у нас. Сейчас я зашел вот в программы, здесь мы создаем программы для наших деталей, которые мы хотим изготавливать. Мы можем также, прежде чем выполнить на станке, проверить нашу программу, насколько она правильная. Может быть где-то мы допустили ошибку, мы можем смоделировать сам процесс обработки. А процесс этот интересный и увлекательный, отмечают преподаватели. Поэтому оттачивать практические навыки на таком оборудовании для студентов одно удовольствие. Ведь, к примеру, детали, которые производит этот станок за 2-3 минуты, им приходилось вытачивать гораздо дольше. Причем практически вручную. Сейчас этот процесс оптимизирован. Преимущество этих станков в том, что ускоряет срок ознакомления с этими станками. Ты уже в колледже работаешь, изучаешь, тебе объясняют, как ты уже на них работаешь. Второй, третий курс. Я был на втором курсе на практике, я уже работал. Сейчас был на третьем курсе на практике, наверное, два месяца назад. Мы уже работали, уже наши детали, которые мы делали, их уже запускали в производство, сборку и так далее. А это уже Петропавловский строительно-экономический колледж. В прошлом году все по той же программе, здесь закупили новую усовершенствованную технику. Теперь кондитерскую лабораторию не узнать. Новое холодильное и морозильное оборудование, плиты, стеллажи, параконвектоматы, специально оборудованные рабочие столы для каждого студента. Одним словом, созданы все условия для будущих специалистов. Ранее, к сожалению, у нас такого оборудования не было. Большую часть мы проходили теоретическое, либо на базе наших социальных партнеров. Сейчас у нас есть уникальная возможность учебное заведение оттачивать практические навыки профессиональные нашими студентами. Кроме того, параллельно новую технику закупили для мастерских, где занимаются студенты строительных специальностей. Практически полностью там переоборудовали цех каменных работ, а также газосварочные и плотницкие. На эти цели затратили почти 320 миллионов тенге. Всего же в 2020-м по государственной программе Жасмаман новое оборудование появилось в четырех колледжах Петропавловска. На общую сумму 1 миллиард 140 миллионов тенге. Кстати, в эту цифру входит и ремонт этих учебных заведений. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.